Часть 5. Труд любви Трудиться ради выживания унизительно. Во все времена мыслители стремились найти положение, заняв которое можно жить, не трудясь, легкое, безболезненное существование. Они приложили много усилий, изобретая такое общественное устройство. Иногда наишкарма, жизнь без труда, получала высокое признание в обществе. Капиталисты используют компьютеры и многочисленные машины вместо изнурительного человеческого труда. Он настолько неуместен, что люди хотят полностью отказаться от него или хотя бы свести к минимуму. Мыслители древности уделяли много внимания разработке модели такого устройства общества, при котором все души могли бы жить без труда, без кармы. Найшкарма. Они пришли к выводу, что удовлетворенность в самом себе, атмарамата, может быть достигнута полной отрешенностью. Чтобы опосновать эту концепцию, они использовали учения Будды и Шанкары. Согласно этим идеям, существует особое состояние самадхи, подобное глубокому сну. Они утверждали, что если мы сумеем достичь этого уровня бездействия, то будем жить счастливо и беззаботно. Шукадев Гасвами соглашался с этим. Да, найшкарма возможно. Но в Шримад-Багаватам он обосновал новую форму найшкармы. Ты говоришь, что труд приносит боль, что труд изнурителен. Но возможен и такой идеал, такая жизнь, где не приходится жалеть о затратах. Такой труд не унижает, а возвышает, приносит чистую радость, не истощая, а только умножая силы и возможности. Служение Господу – не труд. Это то, что дает жизнь, поддерживает нас. Чистое служение дает жизнь, не отбирая, не лишая силы. В вечном мире все связано с прекрасной реальностью, особенно на Галоке, где все существует только ради любви. Если обитатели Галоке не трудятся, они ощущают голод, а занятые трудом чувствуют блаженство и подъем сил. Служение насыщает. Не стоит тратить много энергии, стремясь все познать. Нам следует задействовать себя в высочайшей деятельности – служении. Служение, служение, служение. Не бойтесь, что служение отнимет энергию. Служение дает жизнь. Оно по-настоящему питает нас. Мы должны понять, что рабство у Кришны – самое достойное положение, а все, что враждебно этому идеалу – низость. Единственный достойный стандарт жизни для человека – принять положение покорности абсолютной истине. Признать то, что реально и истинно. И, основываясь на этом, возвысить свою жизнь. Понять свое подлинное положение и истинный долг, и исполнять его. Все низменные интересы вскоре уйдут. А то, что служит нашему благополучию, возрастет многократно. В настоящее время наши суждения о собственной жизни неверны и малоосмысленны. Мы используем свой ум, разум и различные энергии для эксплуатации окружающего. Но если мы примем путь служения, наша жизнь очистится. Все наше бытие станет духовным, и наше истинное «Я» засияет во всей своей первозданной славе. Тогда мы обнаружим, что нам посчастливилось обрести связь с высшей душой, высшим знанием. Мы придем к истинному знанию, чистому, исходящему из самого сердца. Все, к чему мы привязаны в этом мире, – преходящее. Но в мире служения нам откроется подлинная нежность. Сейчас наша нежность и любовь направлены неверно. Но в один прекрасный день наши глаза откроются. Мы пойдем в верном направлении. Наша нежность, наша любовь обретут свое истинное применение. Это преданность.